здравствуйте с вами снова максима обзор и в студии я юлия жемчик и моя коллега анна мельникова всем привет мы не виделись две недели нам есть что рассказать о чем поговорить и может быть даже немножко посплетничать поехали ну а сейчас к сожалению грустная новость не можем не начать с нее потому что затронула всех в конной сфере я думаю что нет человека я буду в этом про ваш нет человека который бы не обращался к миламиру ковычу за какой-либо помощью для своей лошади 24 октября его к сожалению не стало 15 лет он проработал ветеринарной клинике новый век и спасал множество лошадиных жизней миламир ковыч не только спас десятки тысяч лошадиных жизней но и предложил несколько уникальных методов лечения и операции на лошадях в россии и в мире доктор также являлся автором нескольких учебных пособий и почетным профессором московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени скрябина с соболезным родным и близким мастером ну а теперь поговорим о том ради чего живут работают конники и их лошади конечно же о конном спорте на прошлой неделе в максима парк началась череда финалов кубка максима парк всероссийских турниров каждый год финалы максима парк проходит осенью учебно-тренировочные сборы по конкуру выездки трейборю предшествуют всероссийские соревнования соревнования кубок максима парк проходит по трем дисциплинам конкуру выездки и трейбори в течение сезона спортсмены получают квалификации для участия в финале и осенью приезжают в максима парк перед финалами максима парк проходят учебно-тренировочные сборы а в которых принимают участие спортсмены от 12 до 21 года на безвозмездной основе всадники тренируются с ведущими российскими специалистами тренерами слушать лекции от курс дизайнеров и судей ходят на овп и лекции о спортивных психологов обязательным требованием для участия в учебно-тренировочных сборах является последующие участие в финале кубка максима парк после учебно-тренировочных сборов максима парк прошли сразу три турнира финал всероссийского турнира которым мы говорили финал серии максима мастерс и также первый кубок евразии по выездке триумфатором турнира стала анна карасева представительница беларуси спортсменка выиграла 12 золотых медалей в том числе три в абсолютных первенствах и стала первой обладательницей кубка евразии по выездке а сейчас я предлагаю не уходить далеко от темы а воспользоваться уникальной возможностью спросить лично николай николай чаристов что он об этом думает да напомним что николай николай чаристов это инициатор этого турнира создатель проекта ну и тот кто в первую очередь делает эти большие проекты для наших региональных всадников сегодня у нас в студии специальный гость николай николаевич арестов организатор кубка максима парк и член бюро федерации конного спорта россии здравствуйте николай николаевич здравствуйте на всероссийском турнире по выездке в максима парк большом круге выступила всего пять пар и одна из них представляла республику беларусь на чемпионате россии выступила всего 13 дуэтов при том действующей на тот момент чемпионки россии в турнире не было хочется задать вопрос спортсмены почему не хотят ехать эта проблема системы или какие-то индивидуальные обстоятельства на которые повлиять невозможно скажите пожалуйста ну на мой взгляд это вообще комплекс проблем такой большой и прежде всего это как себя обычно от бедности в свое время когда было недостаточное количество турниров чемпионат россии разбили на две части на личный на командный хочу сказать что нигде в мире такого нету это наше ноу-хау от бедности то есть может так где-нибудь там гондурасе или в вине и бисау в каком-нибудь чемпионате по шашкам есть личный или командный можно я небольшое уточнение вас попрошу от бедности вы имеете до финансовые финансирование конечно конечно когда секрет что там господин балыкин там проводит я не знаю наверное мерку когда проводит турнир то федерация какие-то деньги платят выездка она вообще в принципе очень засты затратной троебори затратней вот соответственно турнира особо никто не хотел проводить и чтобы их было больше разбили наличные на командный и каждому дают там по 300 тысяч рублей это я думаю не знаю предполагаю это наверное как-то там компенсируют эти все расходы но на текущий момент ситуация на мой взгляд меняется то есть людей которые готовы проводить соревнованиях становится больше и больше и я считаю что надо приходить такому общем мировому стандарту когда чемпионат проходит вместе лично командный у нас нету командных олимпийских игр и личных чемпионат европы чемпионата азии вообще чемпионат германии я говорю наверно там в пупуа новой глинея половле морского карася есть командное соревнование среди островов там и личные среди жителей одного острова наверное вот поэтому я считаю что такой уже атаизм он умер и с этим надо прекращать к сожалению продиктовано это еще не только бедностью а желанием все и везде и вся контролировать вот в частности судейства я знаю прекрасно все эти внутренние разговоры когда опинают там на господ меркуловых только почему-то забывают что господ балыкин делает то же самое приблизительно вот и я хочу сказать что в этом плане даже инесса она на боль более честней потому что она предлагает сделать жеребьевку по судьям на такие турниры как чемпионаты первенства и кубки это было бы честнее но для этого надо чтобы наша федерация сделала рейтинг вот я уже там на эту тему высказывался письменно устно такое количество раз ну надеюсь как-то воздвинется с места вот и дальше и я согласен чтобы было пары по рейтингу есть такая вещь вот там прошло первенство в конакова да и в принципе были судьи которые там имели опыт судейства детей юноши юниоров а были судьи которые там отсудили один раз они там к собродили столько что нам не горюй не умоляю талант спортсменов но 73 или 77 в кюре ну мягко говоря это пятое место на чемпионате европы я брал два видео это не специалист выиски любитель болельщик вот ну мне кажется что это не очень похоже одно на другое но к сожалению там судейский комитет молчит прошел там спартакиада сильнейших если бы не высказывались на эту тему судейский комитет молчит если кому-то не нравится чемпионат россии по судейству ну надо чтобы судейский комитет дал оценку видео всего есть я знаю там были некие претензии хотя там я был на этом чемпионате россии я считаю что он прошел шикарно лично вот у меня опять же как у любителей выиски не мега специалиста я считаю что вот это такая комплекс почему и там и там был народу мало может кто-то готовится командному чемпионату а тут кто-то к личному ну вот я приехал на личный чемпионат россии только для того чтобы увидеть мистер икса в принципе вот чемпионат прошел а люди забыли что это уникальная лошадь вот весь мир этим гордиться и все погрязли в каких-то там очередных склоках без какой-то объективной работы и разбора всего что произошло чтобы это принесло пользу и забыли дай бог ему здоровья чтобы он еще выступал но в реальности в рогу что возрастная и она для российского спорта сделал больше чем некоторые наши специалисты конного спорта причем все вместе взятые вот поэтому я его увидел он был в прекрасной форме я считаю что он по моему мнению он победил объективно единственное какая у меня замечание к этому чемпионату россии есть это то что вы провели в три дня у нас для одни крупные турниры нигде в три дня не проходят всегда должен быть день выходной выходной я разговаривал с анатолий тихоничем и собственно говоря на бюро задал такой вопрос почему бюро каждый раз со мной воюют там по поводу судей там по поводу еще чё-то это превращается какой-то нескончаемый скандал а тут они такие все великие специалисты не посоветовали на что мне сказали что испанин меркулов был против я вот не верю не то потому что я с ним лично общался потому что это во первых это его лошади это раз во вторых человек столько делает для выездки днем больше днем меньше это там такая вещь не принципиально абсолютно вот поэтому будет собственно комплекс проблем первое это то что это разбито на два турнира кто-то подводит лошадь командному чемпионату россии который на мой взгляд проходит очень рано в июне месяце это очень рано мы летний вид спорта ну это опять там я уже 15 раз про это говорил вот я считаю что это должно проходить в конце сезона тогда бы все бы готовили лошадей к этому старту в той или иной степени мере и выступали бы а судейство я считаю что должно быть рейтинг судей и и выбирать лучших не потому что кто-то решил я вот совсем уважением отношусь ко всем мега судьям нашим вот но когда последний раз большой приз судил ирина андреевна макнами но на моей памяти один раз в мне кажется может больше но все таки это такой спорт который нужно чувствовать и быть на кончике пальцев его чувствовать а когда ты судишь один раз в год ну что ты чувствуешь в прошлой жизни я был двухметровый голубоглазый блондин приблизительно такие же чувства а в этой вот такой маленький сморщенный и лысенький поэтому вот точно так же и с детьми знаешь когда человек посудил там за сезон там 10 детских турниров это же каждый раз новый ребенок новый ребенок новый ребенок и складывается какая-то общая картинка где ты начинаешь понимать что лучше что хуже а когда ты ничего нигде не делал кроме своей клубной прикидки чем своих учеников практически и потом выходишь судить такой крупный турнир ну вот оно так и получается спасибо большое вам за ответ может быть еще вопрос в призовых все таки что люди считают что им не особо целесообразно ехать на турнир я как тоже стартующий спортсмен я понимаю что это очень дорого когда речь идет о таких мероприятиях такого высокого уровня это все таки большие затраты призовые конечно тоже важная вещь но у нас так получается что как ну как так вот исторически я еще не понимаю почему так во всем мире что выездка она менее подвержена призовым деньгам конечно тоже это нравится всем нравится вот но менее подвижен подвержена и здесь на мой взгляд вещь какая как это замкнутый круг всегда у нас получается дело в том что у нас спортсменов которые и лошадей уровня большого приза не так много и они все ими дорожат особенно профессионалы потому что если вдруг у тебя нет большепризной лошади и ты не участвуешь там в большепризных стартах то ты пропадаешь это такой вот соответственно них берегут и не всегда деньги являются стимулом это раз во вторых у нас как-то вот конкуристы они готовы стартовать пока скакалка не только готова но и стартует а выездка она опять же старается стартовать поменьше они ну в лучшем случае даже самые активные спортсмены стоящие на базе в максиме они стартуют раз в месяц то есть можно сказать что они более вдумчивые и размеренные да можно так сказать но опять же на мой взгляд такой такая огромная совокупность факторов вот первое берегут лошадь второе как как правило выскажи у них такое количество работы что они от своих клиентов особо оторваться то не могут вот поэтому они не могут себе позволить там уезжать и там стартовать тем более если мы это говорим о большом спорте когда это там большой приз там средний приз если бы у нас было так же как конкурию бешеное количество желателей желающих ездить юношеские и детские езды я думаю также было бы много но все же стремятся повыше здесь очень разное здесь у нас все спортсмены и прямо у них философия такая спортсмены а у конкуристов у них больше философия стиль жизни вот им просто нравится этим заниматься и они занимаются но кто-то хочет 150 а кого-то и 80 и 90 устраивают это стиль жизни я вообще есть честно я не вижу ничего там плохого я считаю что наоборот хорошо люди оторваны там от всей своей повседневного кошмара вот общаются животным на свежем воздухе там среди единомышленников я вообще ничего там плохого хорошо наш уютный мир да это очень хорошо выиска немножко по-другому устроена поэтому наверное если кто-то дал бы миллион долларов их бы больше не стало вот абсолютно вот так сколько есть только есть спасибо вам большое за ответ хотелось бы задать следующий вопрос касательно евразии максима парк прошел первый кубок максима мастерс евразия по выездке опять же и а в конкурит формат успешно существует уже второй год мы его наблюдаем большим удовольствием такой вопрос что мешало внедрению турнира по выездке спортивный календарь ранее высокомерие чем наш спортивных чиновников просто высокомерие в чем она заключалась ну они считают что нам в лиге особо там соревноваться не с кем что мы такие великие нам всем нужно в европу при этом никто не слышит о том что нужно в европу езжайте хоть на луну какая разница мы с вами были в бишкеке спасибо вам еще раз большое за эту возможность мы смотрели по конкуру евразию и я со своей стороны могу отметить что спортсмены из средней азии очень высокого уровня их лошади тоже очень высокого уровня и вот это абсолютнейший миф что нам в евразии делать нечего но выездка это еще один миф да конечно там нет большепризных лошадей но там много детей которые соревнуются они очень амбициозные как мне показать конечно и юношей много и малый приз там есть бюро евразийской ассоциации были приняло решение о создании лиги вот что нам это дает лига ну за и все зависит от того где мы будем находиться если мы будем находиться также под санкциями то мы создадим какое-то свое такое внутреннее внутри евразийское соревновательное пространство в рамках которого мы будем соревноваться и ну не будет у нас большого приза будем соревноваться в малом не будет малого будем соревноваться по юношеским ездам здесь вот кому надо пусть соревнуются по большому призу здесь войны нету почему-то это вся воспринимается в штыки когда какой кошмар ужас вообще не вижу в этом кошмара у нас достаточное количество спортсменов и во всех странах партнерах достаточное количество спортсменов которые готовы соревноваться ну кто-то лучше кто-то хуже пускай растут какие планы на будущий год у вас мы спросим чуть позже конкретно по выездке у лиги какие ну во первых сейчас мы начнем вот прошел финал по малому призу и финал а евразийский кубок по малому призу теперь мы начнем делать такой же кубковый формат я думаю что уже наверно не помню то ли в этом году уже будет первый этап то ли следующем в этом в этом году будет первый этап который завершится финалом точно также осенью ну вот и я знаю точно узбекистан проведет и киргизстан проведет и белоруссия проведет наши спортсмены поедут туда по аналогии с конкуром по правилам мы написали так что нужно хотя бы один раз чтобы попасть в финал участвовать вне территории своей страны поэтому ну кто-то поедет белоруссию как понять что это ближе лучше и интересней но кто-то съездит в узбекистан в киргизию а казахстан участвует к сожалению нет но мы надеемся что он все таки к нам придет сейчас вот там иран очень хочет с нами как-то соединиться туркмения проявляет интерес я думаю что вот мы все равно замкнуты в этом пространстве и как-то начнем соревноваться понятно а если с нас такой же будет формат по большому призу будет звезды евразии и там будет такой же формат с финалом в максиме но по-моему по моему он будет в марте финал наш нашей лиги вот если с нас сниму санкции то я думаю что это будет точно так же как это покупка мира вот это даст нам возможность проводить внутри страны не два этапа кубка мира а я надеюсь 5 вот ну пока еще вот правило до конца фуи нам не утвердил будем также внутри себя соревноваться к сожалению к сожалению на текущий момент вот международная обстановка складывается таким образом что нам с лошадьми не выехать никуда то есть прибалтика польша нас не пропустит потому что закрыты что в принципе ездить в финляндии по моему тоже закрыта вот самолеты не летают вот поэтому даже если вдруг с нас снимут санкции и мы начнем квалифицироваться на париж у нас двадцать четвертом года то нам придется если санкции не снимут как-то ехать через азербайджан или доезжать до казахстана и там самолетах лететь но важный момент чтобы лошади не потеряли свою форму это же тоже так для этого надо поддерживать соревновательный процесс все для чего люди занимаются спортом кто-то для себя он и на среднем ездит люди занимаются для того чтобы выйти на поле и доказать кто сильнее надо дать такую возможность вот и все не перекричать там не подстроить там не наинтриговать а просто дать им возможность выиски в частности он 20 на 60 и доказывайте чтобы не было история там а тот судья такой а тот секой нужно делать рейтинг судей нужно делать цепочку соревнований чтобы они соревновались при разных судей судьях и люди набирают баллы рейтинг и все сразу понятно вот кстати вы затронули тему по поводу баллов по поводу набора и у меня есть вопрос по этой теме спортсмены из регионов получают более низкие оценки в москве чем на домашних площадках может быть так что судьи одинакового уровня обладают разными знаниями и взглядом и можно ли эту проблему как-то системно решить значит с точки зрения профессионального это вот надо судейский комитет видео прислали и пусть они разбирают там достаточно специалисты они как-то поймут разберутся дадут ответ и я считаю что вот это самое с точки зрения судейства это самый большой бич на текущий момент это вот молчание нашего судейского комитета там как страус спрятали голову в песок и все и в результате вот их поведение у нас спортсмены остаются самыми незащищенными защищены все кроме спортсменов вот все не на кого там любая критика воспринимается как личная обида это пристраивают устраивают из этого какие-то там перформерсы с истериками что станиславский так бы не придумал вот а спортсмены при этом вот не защищены и то что вы говорите по поводу оценок там или и там где-то и не обязательно у нас на разных базах судят по разному это же не вопрос профессионального суждения вопрос семинаров вопрос образования вопрос рейтинга судей а как болельщики я считаю что наверное в регионах они судят помягче исходя из общего развития региона инфраструктуры той же самой данной в ряд инфраструктуры скорее всего там вот общего развития спортсменов но здесь же там посудили всех помягче хочу всех посудили помягче они 1 или 2 потому что это ученики мега тренера как то вот так понятно рейтинга если бы вот у нас нет национального рейтинга да был бы национальный рейтинг тогда ты занял первое место у тебя столько-то баллов тебя помягче посудили но посудили всех помягче ну рейтинг идёт более выстроена логическая система да получается необходимо выездит да она везде необходима у нас и в конкуре нет национального рейтинга у нас в три боре нет национального рейтинга у нас у судья не станция национального рейтинг вот кстати про троеборье Я сама была на выходных в Конаково, и ребята говорят, что отказываются в будущем от проведения троеборных соревнований, что у нас очень мало участников, и это абсолютно невыгодно. С трудом добивается финансирование уже постфактум. Есть проблемы с троеборем же такая? Огромная. Я считаю, что проблема с троеборем заключается в отсутствии логики. Вот там логика подчинена одному. Один человек, который взялся развивать троеборье, простоил базу в 30 километрах от Екатеринбурга, где нет троеборных спортсменов. Он молодец, он построил прекрасную базу, но вся страна теперь должна туда ездить и развивать эту базу. И он бьется за это, как лев, всеми возможными и невозможными способами. Я для себя решил, что я не хочу участвовать в этой борьбе. Вот человек взялся отвечать за троеборью, пусть он отвечает. В троеборье отсутствует вообще в принципе система, вот в принципе, а там она еще сложнее. Потому что там нужно людям набирать квалификации. А у нас, представляешь, в принципе, в среднем по стране очень короткое лето. Да, сезон. Сезон очень короткий. И каждый раз, когда лошадь, особенно если мы говорим о большом спорте, да, переходит с одной звезды на другую звезду, то у нее большой период отдыха. И в принципе, это должны все звезды сложиться, должно очень сильно повезти, чтобы человек за сезон куда-то там мог подняться. И еще больше, как лотерейный билет, если ты в этом сезоне начал и еще в конце сезона смог поучаствовать в чемпионате России. Ну, ее нереальная история. Брус нереальный. Ну, спортсменов очень мало, да, вот как мы можем судить по недавней спартакиаде. А их поэтому и мало. Их поэтому и мало. Потому что мы проводим троеборье летом, а зимой у нас троеборья нет. И ты же сама, как мама, знаешь, прекрасно. Ребенок занимался, занимался, занимался. И вот ему нравится этот троеборье, он там чем-то занимается. И пришла зима. А зимой троеборья нету. Соревноваться негде. Там негде, тут негде. И он ушел либо в конкурт, либо в выездку. И весной ты его уже обратно в троеборье не вернешь. Это единицы. Поэтому их так мало. Но вы со своей стороны, тем не менее, стараетесь проводить троеборные соревнования и зимой в крытом большом манеже. Это вопреки. Не потому что, а вопреки. А почему вы это делаете? Я не добрый дядя. Я это миллион раз всем рассказывал, что для того, чтобы вот это все работало, вся моя, в том числе моя инфраструктура, то к этому надо относиться как к индустрии. А индустрия, она подразумевает каких-то игроков в ней. Потому что в вакууме она не бывает. И спортсмены, это одни из спортсмены, судьи. Это одни. И без этого не бывает ничего. Соответственно, я заложник этого. Мне нужно, чтобы количество спортсменов росло. Качество не ко мне. Я как-то с конкуром договариваюсь. И надеюсь, и дальше буду договариваться. И мы как-то вот с конкуром вместе двигаемся и растем. С троеборьем, с выездкой. Договориться невозможно. Там спорят девочки на даче, у кого глаза лучше накрашены. Не мой случай. Поэтому, ну ничего. Я там тоже понимаю, как сейчас это развивать. Мы открыли свою межрегиональную лигу профессиональную. И в рамках этой межрегиональной профессиональной лиги, согласно закону о спорте, мы в состоянии проводить свои турниры. Дело в том, что у федерации есть материнское право на проведение чемпионатов, первенства, кубков, представления России в ФУИ, составления сборных. Я вообще на это не претендую. Вот вещь совершенно простая. Вы стоите на конюшне у каждого. И вот там сколько на 100 лошадей людей топ спорта. Процент небольшой. А все остальные, я согласен, вот мне все остальные гораздо дороже. В троеборе и выездке. Придут большой, большой спорт, конечно, это все тянет, потому что людям, которые занимаются, им нужны кумиры, им нужна какая-то атмосфера. Нужно видеть эти вот планки. Да хотя бы, чтобы было бы обсуждать. У нас же есть этот кодекс, как его называют, целомудрия, этики, которые поражают вообще все возможные права конституционные. Я, к великому сожалению, за него голосовал. И меня в свое время уговорили с рассказами, вот мы все будем дружить. И я первый, кто по этому кодексу получил, что я не хочу с ними дружить вообще. Вот по делу. Есть что? По делу я согласен. А дружба это все обман. Ни с кем они дружить никогда не будут. Они только дружат с собой. И создается какая-то такая мертвая среда. То есть ты, я даже не представляю, если бы такой кодекс был там у членов Федерации футбола. Я думаю, там они просто кого-то там темную сделали бы. Ну как не обсуждать? Не будем уже углубляться в такие. Ну как не болеть за спорт? Вообще для чего? Для того, чтобы за него болели, чтобы люди выражали эмоции. Не какой-то ерундой занимались, а эмоции выражали. А Федерации в том числе. Это же вот история с информационным комитетом, который почил чудненько. И это же эмоции. Вообще это называется социальный маркетинг. Вот книжку пусть возьмут, умные, и почитают. Там есть маленькие, тоненькие, и там очень легко для... Прям вот даже я понял. Они поймут, для чего вообще это нужно. И в этом очень большая проблема, в том числе и в нашем спорте. Что у нас никто не организованно, не то чтобы не направляет, вот это вот не формирует общественное мнение. Не создает вектор. Не создает вот этот вектор, чтобы люди болели. У нас как это в курятнике. Залез повыше, подвинул ближнего, обгадил нижнего. Вот вся история. Какой вектор? Про что? Ну, кстати, хочется отметить, по итогам летнего сезона, на том же чемпионате России, и на таких открытых площадках, было очень много уже людей. Очень люди все-таки настроены приезжать, болеть, узнавать. Я лично это отмечала для себя. Чемпионат России был очень тоже показательным по конкуру. Вообще с этим не спорю. Трибуны были полные. Нет, у нас не то, что там было все плохо. У нас есть вот эти очаги, и в Ламфеорчу прям памятник надо поставить, и Николай Николаевич Гоголь тоже самое прекрасное все. Все-таки мы плавно-плавно движемся в этом направлении. Ты знаешь, мы туда не движемся. Мы, слава Богу, не сползаем в пропасть. Вот благодаря таким людям. Я бы это движением не назвал. Вот и исключительно не сползаем в пропасть. И в Питере прекрасные соревнования проходят. Иногда даже, чтобы стоять, нужно бежать. И слава Богу, сейчас вот Таганрог подключился. Ростов подключился. Оно растет. Но этого недостаточно, чтобы мы росли. Как спорт. Нужно еще много что делать. И самое главное, нужно как-то это все консолидировать, задавать вектор, направить и с этим работать. К сожалению, вся история с информационным комитетом, она говорит о чем? Это слабые люди, которые боятся всего. В том числе и боятся того, что будут говорить правду, что будут обсуждать, что появится какое-то другое мнение. Они этого боятся. На самом деле они показывают свою слабость. Вот и все. И начинают сразу драться, устраивать какие-то, я говорю, перформерсы. Ну, надоедает это. Можно же пойти другим путем. Пути это навал. Мозги-то надо только иметь. Надо пойти другим путем. Ну, ладно. Я вот два года как-то пытался. Ну, понимаю, что сложно. Сейчас будем стараться идти другим путем. Но направление Евразии, оно останется. Я думаю, что мы сейчас много что там будем делать дополнительно. Не только к выездке. Спасибо вам большое. Да не хорошо. Да как это за что? Многие спортсмены, мы очень вам благодарны. Не те только, кто стоит в Максима, но и кто приезжает к вам на соревнования. Потому что вы являетесь... Например, вот формат этих сборов, которые... Которые сейчас мы можем наблюдать как раз непосредственно. Да, которые вот на самом деле родил Владимир Юрьевич Белевский. Он вообще... Я когда-то бегал за Соболева и ее уговаривал. И начинали мы плюс-минус такого же формата, но превратилась это все там в совершенно другую историю. Ну, бог с ним сейчас об этом. А формат вообще гениальный. Ведь в чем здесь тренируют действующие члены сборной юниорской? Да, наши ребята. Завтра им выходить в большую жизнь. Вот они де-факто отдали спорту детство и юношество. Да. И завтра вот все закончилось, 21 год, и они где? И им нужно учиться тренировать. Этому не учат в институте. Вот вообще абсолютно. Это вообще это ремесло, которое передается из уст в уста. И они вот учатся, они наработают себе практику тренировок, наработают себе клиентов. Они себя покажут, что они в этой жизни вообще есть. Вот для моего полного счастья, если они еще будут приглашать тех, кто раньше был в сборной, потому что им тяжело. Они вот так выходят в большую жизнь, и они там потерялись. Просто потерялись. Кому-то повезло, но большинству уже нет. Да, это очень интересная тема, и я рада, что у наших спортсменов есть такая возможность принять участие. Я тоже рад. Как и со стороны тренеров, так и со стороны участников спортсмена. Спасибо вам большое, что уделили нам сегодня время. Надеюсь, что мы увидим вас еще раз в нашем максимообзоре. Пишите вопросы, и нам все отвечу. Спасибо. Ну, а сейчас я предлагаю нам, чтобы обсудить тему непосредственно близкую к конному. Это конные магазины, которые недавно были у вас здесь в Максимопарке. Это «Конная Россия». И я считаю, что «Конная Россия» является таким прямым конкурентом «Экверосу». Вот скажи, пожалуйста, кто является организатором «Конной России»? Над «Конной Россией» работает большая команда, и в этом году «Конная Россия» прошла на базе «Максимопарк» уже не первый раз. Но, например, «Максима» не являлась организатором, то есть практически никаких операционных вопросов «Максима» не решала, просто предоставила площадку, да, и обеспечила, чтобы на площадке все работало хорошо. Ну и, конечно же... Кто владелец «Конной России»? Руководителем выставки является Игорь Бочкарев, а директором выставки, человеком, который решал совсем все вопросы, является Наталья Пале, большой инициатор любителей лошадей, конного спорта. И, как сама рассказывала Наталья, в этом году они постарались сделать новый формат выставки. Каждый день были мероприятия для специалистов, то есть для заводчиков, коневладельцев, людей, которые занимаются разведением лошадей, и для простой публики. То есть здесь были интереснейшие шоу, например, шоу «Нины Принц», были конные театры, были интересные выступления, театры с участием терских лошадей, и люди, которые далеки от конного спорта, приезжали сюда просто посмотреть. Кстати, я хочу отметить, что это очень удобная площадка для людей, которые приехали покупать и смотреть, да, потому что здесь можно как остаться на все три дня, потому что у нас с 14 по 16, да, это было три дня, и очень удобно. Так что я считаю, что конная Россия большая молодежь, что выбрала площадку, как Максима Парк. Но вернемся к Эквиросу. Судя по новостям, которые мы можем наблюдать в соцсетях, очень многие конные магазины, такие как Корсвет, про кони, кони-пони и еще ряд фураж, отказываются от участия в Эквиросе, и, честно говоря, я бы, наверное, хотела в следующем выпуске спросить их, почему, что стало основной причиной, и мы, я думаю, обязательно об этом расскажем. Но, кстати, покупатели не сильно проигрывают от этой ситуации, потому что практически все магазины объявили достаточно большие скидки на едва ли не на весь ассортимент товаров, и, в принципе, за эти три дня, если вам нужно что-то купить, мне кажется, самое время поднажать и успеть на какую-нибудь классную скидку. Да, это правда. Кстати, мне кажется, для того, чтобы не расстраивать публику, не расстраивать покупателей, должен быть еще какой-нибудь бонус, какой-нибудь классный подарок. Что бы это могло быть? Да, это абсолютно ты правильно подметила, потому что в своих конных новостях мы сейчас хотим и подключить вас. Мы хотим, чтобы вы предложили в комментариях под этим выпуском ту новость, которую вы хотели бы увидеть в следующий раз. Если мы выберем именно вашу новость, то вы получите специальный приз от нас, а именно от нашего друга, хор Света, вкусняшки для ваших лошадей. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем выпуске, но, может быть, мы выберем именно вас. Юля, расскажи, как ты провела выходные, потому что, мне кажется, тебе есть о чем рассказать, ну, а я знаю, что добавить. Выходные я провела в Конаковских конюшнях, но ездила я туда не к лошадям, а, как это ни странно, к лосям, потому что семья владельцев решила обзавестись. Ну, конечно, так случилось, так судьба распорядилась семьей лосей, маленькие лосята, и, как я знаю, как мне доложили, что именно Максимовед курирует их здоровье. Так что, в общем, вы и там при деле. Действительно так, но, кстати, чуть больше, чем неделю назад, я также была в Конаковских конюшнях, но совсем по другому поводу. Там проходил чемпионат России по вальтежировке и любительский кубок вице-президента Федерации конного спорта по этой конно-спортивной дисциплине. В соревнованиях собрали огромное количество спортсменов из регионов, выступали больше... Так, огромное это какое? Больше двухсот пар. Больше двухсот пар, это здорово. В вальтежировке, да, это масштабное конно-спортивное событие. Приезжали спортсмены даже из Сибири, это было легко запутаться, были спортсмены из Красноярского и Краснодарского края. Победителем чемпионата России в зачете CVN 3 звезды стал Александр Стикин, разумеется, в зачете для мужчин. Победительницей в зачете для женщин стала Карина Дорошенко. Победу, что интересно, всаднице, а точнее вальтижнице, привезла лошадь по кличке Победа. Светлана Соловьева заняла первое место в серебряном круге любительского кубка вице-президента Федерации конного спорта, а самая юная участница соревнований Дарья Гайдай показала стабильно высокие результаты в двух программах золотого тура. Ух, вальтежировка, я не представляю, насколько это сложная дисциплина, но я знаю, что многие конники, например, конкуристы, представители выездки, часто отправляют своих детей сначала в вальтежировку для того, чтобы они нашли баланс, научились взаимодействовать с лошадью. Почувствовали себя на лошади в таком непривысленном формате. Да, и уже только после этого пересаживают их на лошадей верхом. И, как я знаю, вальтежировка была обязательно в программе подготовки молодых спортсменов в спортивных школах в советское время. Спасибо, это очень интересно уточнение, я об этом лично не знала. И раз мы поговорили о Конаковских конюшнях, мы знаем, что это Тверская область, не Московская, и у нас есть предложение на эту тему. Мы бы очень хотели, чтобы вы тоже стали нашими корреспондентами из регионов. Аня, озвучь нашу идею. Если в вашей конюшне произошло интересное событие, соревнования, привезли новую лошадь, а может быть, вы построили новый корпус конюшни, или вам, в принципе, хочется, чтобы о вашей конюшне узнала вся страна, весь кон, все конно-спортивное сообщество, подготовьте сюжет о вашей конюшне. Вы можете просто сделать видео, мы поможем вам с монтажом. Все технические задания мы пропишем внизу, под этим выпуском. Да, от вас мы ждем видео, вы сможете оказаться на Максима ТВ. За эти две недели, естественно, произошло очень много конных событий, и в силу формата наших новостей мы не сможем рассказать о всех о них, но вы можете прочитать как на Хорс Эксперте, так и на Максима ТВ. Так что переходите в аккаунты, в соцсети и читайте новости, будьте в курсе. Следующая неделя готовит нам много интересного. Следите за событиями на Максима ТВ, читайте новости. Принимайте участие, пишите комментарии и попадайте с нами, а может быть даже и в студию мы об этом тоже подумаем. До новых встреч, спасибо, что были с нами.